Привет! Мы подготовили озов об одном из московских аквапарков. Покупаем билеты, одеваем бахилы и отправляемся в раздевалку. Аквапарк встречает нас с теплом и влажностью. Температура воды плюс 30, температура воздуха плюс 31. Мы пришли в первой половине дня. Людей практически нет. Все горки наши. Скорее бежим кататься. Горок всего 4, не очень много. Желтое и зеленое совсем для малышей, очень маленькие. Малышам больше и не нужно. Даже на них слегка захватывает дух. Синяя горка уже более-менее интересная. Много поворотов, скорость спуска довольно высокая. Она стала самой любимой горкой в аквапарке. Красная горка очень темная и единственная, где спуск происходит на плюшке. Летишь в полной темноте, и это не очень захватывает. Все горки обкатаны. Надо двигаться дальше. В летний период в аквапарке есть открытая зона на улице. Тут есть бассейн с соленой водой. И два джакузи, в которых можно очень хорошо расслабиться под открытым небом. Вода в джакузи тоже соленая. В кланном бассейне собирается народ. Один раз в 20 минут запускается волна. Работает 10 минут. Можно ненадолго поймать ощущение того, что ты на море. Волны очень мягкие, качаются совсем слегка. Даже маленькие детки не боятся. Торчат в воде, как поплавки в спасательных жилетах. Еще в большом бассейне можно поиграть в мячик или в салки, если вы пришли в большой компанию. Волна закончилась, и можно постоять под гидромассажным душем. Или забраться в джакузи с теплой пресной водой и хорошенько там промассажироваться. Еще можно сделать фото на память в виде магнита, на холодильник и забрать его потом на выходе. Большой бассейн соединен небольшим водным проходом с залом фонтанов. Надо проплыть и посмотреть, как это выглядит. Уровень воды постепенно увеличивается, и глубина становится большой. А затем постепенно уменьшается, и можно уже идти пешком. Плыть или карабкаться по бортику, если до дна все еще не достаешь. Перед залом с фонтанами есть несколько бурлилок. Также можно остановиться и хорошенько промассажироваться бурлящей водой. В этом зале все бурлит. Из-за сильного движения воды есть ощущение, что тут прохладно. Поэтому быстренько покидаем это место. А это, кстати, лестница, по которой нужно подниматься, чтобы прокатиться с горок. Прокатим все еще и пойдем исследовать второй этаж. Второй этаж – это различные бани и три бассейна. Больше всего мне нравится хамам. Этот бассейн, или правильнее сказать купель, с очень холодной водой, плюс 5 градусов всего, чтобы прыгать сразу после бани. Этот теплый бассейн с очень красивой подсветкой, с различными бурлилками. Еще один бассейн для самых маленьких. Луминат тут всего полметра и очень теплая вода. Еще на втором этаже есть кафе. Утром людей практически нет и все совершенно свободно. Еще одно кафе, кстати, есть и на первом этаже. И там же есть небольшая детская площадка. Вот такой у нас получился отзыв. Мы остались очень довольны. Рекомендуем вам приезжать в аквапарк Карибия и проводить время с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok